Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Как раз о внедрении сегодня и пойдет у нас речь. Мы хотим поговорить с одним из активистов SkyWay, с региональным представителем по республике Молдова Александром Мазовым. Добрый день, Александр. Добрый день, Михаил. Очень приятно, во-первых, вас видеть, такого молодого, цветущего, здорового, явно после хорошо сделанной работы, после прекрасной поездки. Расскажите в двух словах, чем обусловлена была необходимость делать такое предложение, что за проблемы, наверное, транспортного характера накопились в Стольномграде, Кишиневе. В муниципии, если я не ошибаюсь, да? Как это называется? Да, да. Благодарю вас, Михаил. Началось все с того, что я очень люблю технологии и очень люблю экологию. Мы все таковы. Мы любим технологии и экологии. Город Кишинев является очень маленьким городом и очень тесно, густо населен машинами. И эта проблема серьезная для города Кишинева, и ее пытались действительно решить по-разному, разными способами. Как альтернативный вариант снижения выбросов углекислого газа для города Кишинева, в данный момент сотрудничество с белорусской компанией, которая производит троллейбусы, я не помню точно, какой это завод, название. Но город Кишинев сотрудничает тесно с этой компанией, закупает у них уже на протяжении нескольких лет троллейбусы. Вот. И это было первое решение для города в данной области. В дальнейшем были предложены другие проекты, но они были дорогостоящие для города, и гранты на такие проекты не выделялись. Поэтому данный проект, который мы предложили, естественно, был очень-очень хорошей альтернативой. Скажите, пожалуйста, а как проходила подготовительная работа? Ну вот вам пришла идея. Вот вы знаете технологию Skyway, вот вы знаете проблемы города Кишинева. Ну, так же просто утром собрался, пошел, давайте-ка внедрим. Нельзя сделать. Да, конечно. Все началось с того, что, используя наши связи, мы уже пошли напрямую в мэрию. В принципе, были сначала, естественно, предварительные переговоры. Мы вели длительное время предварительные переговоры. Сколько времени ушло на это у вас? Ну, первые переговоры где-то вот начались пару месяцев назад предварительные. И спустя вот все это время нам назначили уже день презентации вначале в самой мэрии города Кишинева. Это была наша первая презентация. После этого уже назначили презентацию, вот на днях мы делали презентацию в управлении транспорта города Кишинева. Собственно, главе управления и всему составу управления транспорта города Кишинева. И все, в принципе, и в мэрии, и в управлении остались очень довольны презентацией. Им очень понравилась технология. Они впервые вообще на самом деле слышат и видят данную технологию вообще в жизни. И их очень впечатлило, особенно видео, вот когда мы в презентации запустили видео, по которому уже едет вживую Unibike. Они просто на самом деле были очень впечатлены и очень удивлены, когда увидели эту вот вживую уже едущую технологию. Вот. И всем очень понравилось. И они поддержали сразу эту идею. И они готовы оказывать любую поддержку, которая будет необходима. Мы подписали предварительное соглашение уже с ними о поддержке и о сотрудничестве в дальнейшем. Вот. Все остальное остается уже за нами. То есть они сказали, как только у нас будет финансирование, мы готовы оказать всю дальнейшую поддержку. То есть уже вывести это на Министерство транспорта и на Городской совет. Мы взяли за разработку адресный проект городской трассы. Речь идет об адресном проекте городской трассы в городе Кишинев от 10 до 20 километров, который будет везти из пригорода города Кишинева мимо аэропорта. То есть будет остановка большая в аэропорту, там будет, наверное, разворотный узел и дальше уже в центр города. Вот. Такой проект мы разработали предварительно. То есть мы думали, какой проект будет наиболее подходящий и как и для города, и более прибыльный для тех, кто инвестирует в проект и для финансирования. Вот. На данном этапе, что касается финансирования, мы ведем уже переговоры предварительные с несколькими частными инвесторами. Они действительно заинтересованы в проекте. И также, как параллельный вариант, возможно инвестирование через инвестиционные фонды или через банки. Такой вариант мы тоже рассматриваем. Спасибо большое. Хорошо, что вы хоть вкратце остановились о сути данного проекта. Теперь хотелось бы, ну уже, наверное, где-то подытоживая нашу беседу, уточнить по поводу документов подписанных. У вас есть уже оригиналы или вы, может быть, можете уже нам их выслать или показать, или вы еще ждете их поступления? Мы ждем их поступления. Мы, на самом деле, на месте составляли, вот на днях сидели, составляли там уже в управлении транспорта эти все документы. И на днях они должны, в принципе, отправить сначала вам первый документ, потом в дальнейшем уже мы получим на руки сами. Нам это имеется в виду закрытое акционерное общество «Струнные технологии» в Минске, да? Да, да, да. Это будет протокол о намерениях или что это за документы? Да, протокол о намерениях изначально. Ну и дальнейшие документы уже будут предоставлены тоже. Мы попросили прокомментировать эту радостную новость нашего признанного экономического эксперта, начальника отдела адресных проектов Кирилла Бадулина. Добрый день, Кирилл. Добрый день. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы уже предварительно посчитали экономическую целесообразность данного проекта. Насколько интересен он для развития Skyway в мире и, в частности, в данном регионе? Я считаю, что он будет интересен даже в Молдове, несмотря на невысокий уровень доходов населения. Потому что наш транспорт по эксплуатационным затратам в 3-5 раз ниже других видов транспорта, поэтому он будет интересен и приносить доход даже в Молдове. Я думаю, что, может быть, даже именно поэтому он будет интересен стране с невысоким уровнем доходов, потому что позволит, наверное, построить быстрее, больше и эксплуатировать с меньшими издержками. Скажите, вы посчитали просто, скажем так, у калькулятора с карандашом, у компьютера или провели какую-нибудь предварительную исследовательскую работу по данному проекту? Может быть, ездили туда? На самом деле, да. Мы провели предварительный анализ этого проекта. И более того, мне приходилось там бывать. У меня осталось там много друзей и знакомых. И я прекрасно помню, что транспорт в Кишиневе оставляет желать лучшего. Это в основном троллейбусы и маршрутки, которые всегда переполнены. И я думаю, что все были бы рады появлению Skyway, инновационного вида транспорта в Молдове. И, исходя из моих оценок, из того, что мы посчитали, получается, что такие проекты могут окупаться в течение 5-7 лет. Некоторые отдельные, исключительные проекты могут окупаться даже в течение 3 лет. Но вот данный проект, по моим оценкам, может окупаться в период 5-7 лет. То есть сроки окупаемости ТКБ. А какой будет стоимость проезда, интересно? Ну, она может зависеть. Хотя мы все-таки стараемся при оценке наших проектов городских трасс максимально приближаться к текущей стоимости проезда. То есть она может немножко отличаться в большую сторону, но не в незначительном объеме. Спасибо большое. Насчет экономической целесообразности сроков окупаемости мы с вами поговорили. А теперь, насколько этот проект будет инвестиционно привлекательным? Я считаю, что это будет очень интересный и привлекательный транспортно-инфраструктурный проект. Во-первых, поскольку сумма капитальных затрат в такого рода проекты будет в 5-7 раз ниже в сравнении с другими транспортными проектами. С одной стороны, с другой стороны, как я уже сказал, окупаемость его составит порядка 5-7 лет. То есть с точки зрения финансов и инвестиций это получается очень интересный проект. Более того, многие транспортно-инфраструктурные проекты, которые реализуются в настоящее время, не Skyway, а вообще реализуемые в мире, они вообще не окупаемы. Поэтому я считаю, что это очень такой интересный и перспективный проект. Кирилл, большое спасибо за ваше экспертное мнение. Оно, как всегда, исчерпывающее. Ну и в конце нашего репортажа хотелось бы снова предоставить слово инициатору проекта, человеку активному, который выскажет свои пожелания всем остальным партнерам Skyway. Итак, Александр Мазов. Спасибо большое, Александр. Возможно, что-то вы еще хотели бы сказать, обращаясь к нашим партнерам. Многие из них сейчас вас видят и воспользуйтесь этой трибуной, которую мы вам предоставили. Партнерам в регионах, во всех регионах хочу пожелать удачи и хочу пожелать того же, что я бы себе пожелал. Это начать просто действовать. То есть, на самом деле, ничего в этом сложного нет. Стоит только начать. И если есть цель, например, у меня была изначально цель, это обрести полезные связи для того, чтобы я мог продвигать этот проект здесь, в Республике Молдова. И если у вас есть такая цель, поставьте себе цель обрести связи, обретайте связи и продвигайте данный проект в вашей стране, потому что, на самом деле, инициализация адресных проектов – это наиболее важно. Спасибо большое за ваш рассказ, Александр, и желаю вам дальнейших успехов на вашем пока еще нелегком, но таком благородном пути. Счастливо вам. Благодарю вас, Михаил, и вам тоже. До свидания. До свидания. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем сайте, поддерживайте наш проект. Поймите, что не надо ждать милости ни от природы, ни от кого бы то ни было еще. Короче, если хочешь быть счастливым, будь им. Строй Skyway. Спасай планету. Спасай планету.